Сегодня 10 простых вещей, которые может сделать любой парень, чтобы выглядеть привлекательнее этим летом. Итак, начнем. У вас должно хватать смелости, чтобы выделяться. Большинство мужчин попадаются на модные тренды и даже не замечают этого. Шорты, карго, футболки, бейсболки, сандали. Все они носят то же самое и считают себя индивидуальными. Когда вы проделаете эти вещи, вы мгновенно станете выглядеть лучше всех остальных. Давайте поговорим о шортах карго. Шорты в целом переоценены. Но если вы хотите носить шорты, вам нужно по крайней мере избавиться от карманов. Выберите шорты без наворотов, 5 сантиметров над коленкой. Но я советую вам посмотреть и другие варианты. Брюки с тропической шерсти бесконечно более стильные и такие же прохладные и лучше защищают от солнца. Но они дороговаты. Приглянитесь к льиным брюкам. Льиные брюки. В них очень свежо. Они позволяют проходить воздуху. А также перформанс брюки. Что мне нравится в них, что они пропускают воздух. Они тянутся и очень удобные. Теперь поговорим о футболках. Вам следует перейти на рубашки с длинным рукавом из правильных материалов. Вы можете закатать рукава и так вы будете выглядеть лучше, чем в футболке. Особенно если у вас нет больших пушек. Итак, лен. Лен супер, но он мнется. У меня целое льяное отделение в шкафу. Белый лен великолепный выбор. Конечно будет сильнее мяться, но она отлично подойдет ко многим брюкам и шортам. Один из вариантов неокрашенный лен. Он отлично сочетается с красным и темно-синим. И перформанс рубашки. Это отличный вариант, если вы не хотите иметь дела с мятыми рубашками. Она дышит и если вы вспотеете, отведет влагу. Рубашка в моих руках одна из моих любимых. Смесь льна и хлопка и у нее есть свойства обоих материалов. Не сильно мнется и хорошо дышит. А теперь поговорим об аксессуарах. Летом у вас меньше вариантов и поэтому они имеют большее значение. Прокачайте свои часы, солнцезащитные очки. Обратите внимание на сумку, которую вы носите. Большинство парней, таскает грязный рюкзак еще со студенчества. Это один из очевидных аксессуаров, которые нужно прокачать. Ведь вы пользуетесь ей каждый день, чтобы сохранить важные вещи с работы и учебы. Итак, поговорим о бейсболке. Ее легче всего прокачать до чего-то более стильного. Чтобы она дышала, чтобы привлекала немного больше внимания. Но мне нравится, когда рассматриваются и другие варианты. Что мне нравится, у нее не такие большие края. Она функциональная шляпа. Я носил ее в Диснейленде. Я люблю, как она выглядит. Я могу скорректировать поля. Но если вы хотите что-то более интересное, присмотрите Панаму. Обратите внимание на поля, здесь около 6 сантиметров. Нужно иметь смелость, чтобы носить ее. Отличная шляпа, которая сделает вас более стильным и поможет выделиться из толпы. Ваша обувь. Избавьтесь от кроссовок, избавьтесь от сандалий. Приобретите пару классических туфель. Может быть, лоферы. Их легко надеть и снять. Очень удобные. По моему мнению, такие же удобные, как и кроссовки. И очень стильные. Итак, отойдем от одежды. Поговорим о том, что вы можете сделать, чтобы выглядеть лучше. Тренируйтесь каждое утро. И это сделает вас привлекательнее не только по той причине, о которой вы подумали. Я говорю о мгновенном последействии в следующие 12 часов после упражнений. И тренировка не должна быть суперинтенсивной. Вы можете сделать 20 подтягиваний, несколько приседаний, 15-минутную пробежку. Этого достаточно, чтобы запустить сердце, чувствовать себя лучше. Вы уже что-то сделали, и это придаст вам уверенности от нескольких часов до 12 в течение дня. Даже если вы никогда до этого не тренировались. Просто начав, вы получите чувство, что у вас все под контролем, и вы будете выглядеть более уверенным и привлекательным. Далее очень просто. Раздвиньте плечи и попытайтесь свести плечи за спиной. Что вы делаете? Вы, по сути, выпячиваете грудь. Когда мужчины окружены девушками, что мы делаем? Мы расправляем плечи и грудь. Мы расправляем плечи и грудь, чтобы выглядеть сильнее и больше. Это также влияет и на нас, как мы воспринимаем себя. Особенно большинство из нас сидят в телефоне очень много времени. Это просто, и вы будете чувствовать себя лучше, сильнее и выглядеть привлекательнее. Далее выглядеть лучше очень просто, но многие парни лажают. Говорите о своей страсти. Как часто вы бывали на мероприятиях или просто встречались с людьми в баре и говорили о неинтересных вещах, и вы не хотели там находиться? Каждый может прочитать это по вашему лицу. Как насчет того, чтобы изменить это и начать говорить о том, что действительно вас заботит? Ведь когда вы взволнованы, говорите о том, от чего учащается ваш пульс. Делает вас счастливым. Это чувство передается и другим людям. Говорите о волнующих вещах, о том, что хотите, во что вовлечены? Это может быть немного необычно, немного странно, но они тоже люди. Говорите вы о Звездных войнах или об Игре Престолов, неважно, люди найдут это привлекательным. Может быть, они не очень разбираются, но любят видеть страсть в людях. И говоря о рассказах, умейте рассказать хорошую историю. Рассказчиков уважают в обществе по всему миру, и кроме того, это придает более высокий статус. Друзья, и есть разница между хорошим рассказчиком и плохим. Вам нужно быть хорошим рассказчиком. Поэтому практикуйтесь, придерживайтесь короткого промежутка времени в одну-две минуты, чтобы у вас были начало, середина и конец. Акценты, которые вы хотите расставить. Если вы проявите себя хорошим рассказчиком, люди найдут вас более привлекательным. Далее юмор. Юмор делает вас привлекательнее, потому что это показатель интеллекта. Если вы забавный, особенно если это высокий юмор, о котором нужно подумать, чтобы понять его. Если у вас сухое чувство юмора, вы используете сарказм, и это смешно, это хорошо. Нужно использовать это правильно. Если у вас эксцентричный юмор, это может понравиться людям, но они не обязательно найдут вас привлекательным. Подумайте о разнице между Винсом Воном и Джимом Керри. Следующий способ выглядеть лучше очень хорошо работает, когда вы встречаете человека в первый раз. Снижение темпа, особенно в движении. Не нужно безумно жестикулировать. Люди всегда находятся в режиме бей-беги, когда встречаются с кем-то в первый раз. Люди могут воспринимать это как опасность, и если у вас слишком много таких движений, они задумаются, что с вами что-то не так, поэтому помедленнее. У многих людей имеются слова-паразиты. Ммм, эээ, ааа. Это не привлекательно, это выглядит не очень, поэтому притормозите, подумайте, прежде чем говорить. Так же и с движениями, не так быстро и более продуманно. Девушки найдут это успокаивающим и более привлекательным. Следующий шаг, чтобы стать привлекательнее, может показаться очевидным. Но так много парней этого не делают. Представляйте себя, представляйтесь сами, просите других представить вас. Это помогает людям признать вас. Вы можете быть окружены другими людьми. Даже если вы не знаете эту девушку или парня, но хотите познакомиться, и этот человек видит, что вы среди группы, это социальное подтверждение, что вас приняли. Самый лучший вариант, когда вас может представить друг этого человека. Или ваш общий друг, вы сразу получаете одобрение, что вы хороший человек. Чтобы ваше общение началось с хорошей ноты. Еще один совет, чтобы выглядеть лучше, носите ботинки. Друзья, ботинки делают вас более привлекательными. Хотите знать почему? Посмотрите это видео. Я говорю о пяти причинах, подтвержденных наукой. Да, я ушел в детали, почему ботинки делают вас привлекательными. Назову одну, они делают вас выше за счет каблуков. Но их гораздо больше. Посмотрите это видео.